Холодный душ для крымчан. Мечты о манне пенсионной сегодня разбились о финансовой реалии. У окошек Крымпочты пожилых людей постигло разочарование. Обещанных россиянами повышений они не увидели. Наши корреспонденты наблюдали за первым днём выдачи российских выплат на полуострове. Такие очереди возле отделений Крымской почты уже несколько дней подряд. Люди приходят и записывают списочек. Стоит старший на дверях и пропускает по пять человек. Пенсии сейчас переходят с украинских на русских. У людей на карточках. Банки все закрыты. Выдавать пенсии банки перестали полторы недели назад. Не на камеру рассказали нам в этом почтовом отделении. А оперировать рублями местной почте разрешили только на днях. Если люди получили пенсию в отделениях почтового связка, они могут прийти в отделения почтового связка и отримать. Если учат банку, то тогда учат банку. Списки поступают в Собесе. Мне в Собесе я в понедельник пришла, сказала, у меня когда пенсия? 21 числа. Сказали, в четверг идите, в четверг будут поступления денег. Пенсионный курс 3 рубля 80 копеек за гривню. Российские деньги в Симферополе принимают уже во многих магазинах и на рынках. А вот куда люди вкладывают оставшиеся гривни. Судя, вот наблюдая по организациям крупным, как вот мебельные магазины, магазины техники, за последнюю неделю у них продажи увеличились во много раз, потому что люди избавляются от гривны. Мы решили проверить, можно ли в Крыму отовариться на российские рубли. Для начала пытаемся купить валюту. Можно 20-ку на рубли поменять? Мелких нет рублей. Не, я понял. В тысячах, в тысячах. То же самое в обменке по соседству. А в этой, она в другом районе города, нам удается купить 150 рублей. Но сдачу кассир дает гривнами. 150. 150. Рядом в гастрономе двойные ценники. Расплачиваемся рублями. Сдачу тоже дают в гривне. Я должна вам 7 гривен 60 копеек. А сдача в гривнах будет, да? Да, в када. А чего так? Нет у нас еще пока... Не несут еще, нет рублей практически. Агентство Дмитрия одним из первых в Симферополе стало продавать туристические путевки и за рубли, и за гривни. Но российской валютой здесь пока еще мало кто рассчитывался. В основном, конечно же, идут гривневые заказы. Например, на днях приходил турист, ему авиабилет продали за рубли. И все же в обиходе гривня на полуострове сохранится недолго. Прогноз бизнесмена Дмитрия Пирогова максимум до начала апреля. Евгения Наприенко, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Крым.